Мои, мои, мои. Тактика игрока. Партии порой затягиваются очень надолго. Еще пока у нас идет второй тур. То есть второй тур, если даже кто-то второй проиграет, у них еще есть один шанс. Еще один шанс. То есть это последний у них шанс, если они проиграли два тура. То есть им уже проигрывать нельзя, потому что третий проигрыш уже на вылет. То есть мы идем дальше. Как видите, у меня второй тур, у нас сейчас пять счет пока веду. Надеюсь, пройдем это. Ну, это спорт. Интересный чемпионат был еще и тем, что встретились за досками не только любители, но и опытные нардисты, а также обладатели чемпионских титулов. Например, одним из таких в этот день был Алексей Игнарин, действующий чемпион Татарстана. Любой может выиграть у любого, как бы хорошо или плохо тот или иной игрок не играл. Этим нарды и привлекают. Демократичная игра, в отличие от шахмат, где завидомо всегда слабый игрок будет всегда проигрывать. А в нардах всегда у любого игрока, так скажем, есть шанс на победу при определенном благоприятном исходе выпадения игровых костей. Нижнекарские спортсмены бой гостям дали знатный. Самым титуловым из наших нардистов был Айрат Медшин. В 2014 году он завоевал титул чемпиона мира в категории новичков. Самое интересное и другое, что с ними, когда играешь, как вы говорите, с непредсказуемым, да, гораздо сложнее. Проще играть с мастерами, потому что ты уже понимаешь, какие ходы будут идти. И что последует, какой последующий ход. А здесь бывают такие непредсказуемые, что трудно просчитать. Ну и везение нужно, конечно. Айрат Медшин в дебютном чемпионате Нижнекамска повезло. Именно ему досталось первое место и кубок. Серебро досталось Никите Лященко из Заиндска. Бронзовым призером стал казанец Алмаз Салимзянов. Начало положено. Ждем нового чемпионата.